Музыка Всем привет, друзья! Рада приветствовать вас всех на нашем семейном канале! Сегодня мы готовим очень вкусную закуску. Какая закуска в первую очередь расходится со стола? Это, конечно же, бутерброды. Бутербродов существует множество. Сегодня мы покажем один из вариантов. Очень вкусный. Ингредиенты нам нужны такие. Хлеб. Хлеб может быть абсолютно разный. У нас сегодня такой порезанный, нарезанный порционно хлеб для тостера. Также можно использовать багет. Ну, в принципе, любой хлеб, батон, что у вас есть дома. Яйца отварные. Я буду использовать три штучки. Майонез и зелень. У меня совсем чуть-чуть здесь зеленого лука и укропа. И самый главный ингредиент – это консерва. Мы сегодня будем использовать консерву печень трески. Можно заменить тунцом. Главное, чтобы консерва была не серого. Например, если сардину использовать, она будет серого цвета. Сероватый такой у нее серо-черный, да, с прожилочками. Ну, не очень красиво будет смотреться на бутербродах в нашей сегодняшней намазке такой. А печень трески и тунец, как мы все знаем, преобладает у нее такой вот розоватый оттенок. Ну, сейчас баночку откроем, посмотрим, так ли это. Потому что и печень трески тоже бывает разного качества. И добавим сыр. Сыр желательно, чтобы был сливочный, чтобы он мягкий. С помощью сыра получается более такая однородная консистенция и легко намазывается на бутерброд. Вот. Итак, приступим. Начинаем мы с хлеба. Его нужно подготовить. Если вы любите, чтобы бутерброды были мягкие, нежные, то прямо вот так вот на хлеб вы и наносите нашу шпаклевку, хотела сказать, на маску. Вот. Но мне больше всего нравится в бутербродах, и папочка, тебе тоже. Да, да. Когда бутерброд хрустит, вот его кусаешь, как он поджаренный. Вот ты ему так решили сделать. А шлюнки потекли, ты сказал, да. Шлюнки потекли, ты так кусаешь, и он так хрустит, и так крошится, и крошки, и крошки по столу, да. А потом мать говорит, а кто накрошил на столе? Ну что, будем обжаривать. Хлеб запихиваем в тостер. Если у вас, ребятки, нет тостера, то же самое можно проделать и вполне успешно на обычной сковороде, на сухой сковороде. То есть сковороду разогрели на разогретую хлебушек. С одной стороны, с другой стороны, все, он то же самое хрустящий. Ну, так как есть тостер, грех не воспользоваться. Ставим. Ну, у меня тостер слабенький, я ставлю на максимум, не знаю, это буквально пару минут. И пускай он поджаривается. Раз, и готово! Аккуратненько достаем хлеб горячий. У нас, видите, даже с такими вот, ну, не ярко выраженными, но здесь есть смайлик. Типа лайки ставьте и так далее. Значит, так как у нас хлеб такой вот крупненький и не совсем удобно, он будет, не совсем удобно будет кушать его. Поэтому мы делаем следующим образом. Хлеб разрезаем именно не вот так вот, а вот так вот как-то красивее и цивильней, что ли. Хлебушек разрезаем на такие вот треугольнички и совсем уже другое дело, правда? Да. Более красиво оно будет смотреться и можно на тарелочку потом как-то покрасивше выложить. Всё, а теперь занимаемся приготовлением нашей намазки. Первым делом нужно что? Открыть консерву. Показываю мастер-класс по открытию консервы, когда нет консервного ключа, как в нашем случае. У нас нет консервного ключа. Нет, давай мать попробует. Нож берём, желательно старый нож, который не жалко. Ставим здесь краешку и берём, ударяем. И погнали открывать консервочку. Маселка потекло. Так и должно быть так задумано. Вот так вот можно легко и просто открыть любую консерву, если есть нож. Если ножа нет и вы на природе, это можно сделать об камень, наверное. Да? Ну да. Так, давай посмотрим, что у нас тут за консерва. Ну, хороший цвет. Такой, розоватый. И переваливаем в ёмкость. Желательно, знаете что? Убрать масло. Масло сливаем в отдельную. Оно нам не надо, потому что будет слишком жирно и слишком жидко. Вот так вот придерживаем. И аккуратненько лишнюю жидкость, вернее масло, мы убираем. Это нам не надо. Ну, вот как-то так. Так, и перекладываем в тарелочку. Есть. Ну, как-то неоднородный, кстати, цвет у печенки. Как будто она какая-то староватая. Вам не кажется? Есть такое ощущение. Да? Не, ну консерва свежая. И вилочкой вот так вот разминаем помельче кусочки просто. Дальше мы чистим яйца. Куриные яйца. Ну, естественно. Чистим. Вот, кстати, есть такая вот ерунда, что яйца плохо чистятся. Наверное, каждый с этим сталкивался. Но это ещё ничего. Я так не люблю, когда чистишь яйцо, а оно отдирается, вот, кожура вместе с белком. Но здесь есть такой секрет. То есть, после варки, после того, как вы уже сварили определенное время, которое вам нужно, яйца нужно поместить под струю холодной воды. Вот прям в кастрюльке или в чём вот, варите под холодную воду и подольше их там подержать. Тогда они вот хорошо очищаются. Но бывает такой случай, когда яйцо прям свежее-свежее, свежат, оно даже, холодная вода не помогает. Оно всё равно плохо чистится. Вот это вот я жутко не люблю. Неприятная штука, когда отрываешь кожуру, и у тебя пол яйца такое, раз, развалилось. Зато свежее, мать. Ну, зато свежее, да. Очищаем. Аккуратно. Как скорлупы. Готово. Теперь яйца натираем на крупной тёрке. Если хотите, чтобы однородная, однородная, как паста была консистенция, то натирайте на мелкой. Ну, мы на крупной. Натираем. Не спеша. Тёрка, правда, старенькая у нас. Ну, ничего страшного. По барабану. Да. Можно вообще без тёрки. Нет тёрки, берёте вилочкой, разминаете яйца и всё, где наша не пропадала. На вкус это не повлияет никак. Никак, да. Совершенно. Согласен. Готово. Теперь нужно натереть сыр. Распечатываем. Ну, вообще, такой сыр натирать, если честно, непросто, потому что он сливочный и он очень мягкий. Но ничего, не спеша. Ну, в принципе, ещё есть способ. Сыр можно положить в морозилку буквально на минут 10. Тогда он станет чуть потверже, он просто легче будет натираться. Ну, а мы и так натрем. Вот он. Пополз, уже падает. Нормально. Да, размазывается сильно, да? Ну, да, он же сливочный. Так. Надо было этикетку сразу снять сейчас. Отри уже с этикеткой. Да. И так сойдёт, да? Сейчас, сейчас я её... Не нужна. Ну, вот сыр обязательно на крупную тёрку, потому что иначе на мелкую он просто не пролезет в мелкие дырочки. Он прям сливочный-сливочный. И вот отсюда обязательно вот так вот вытаскиваем, чтобы ничего у нас не выбрасывалось. Готово. Что мы отберём доску и режем лук? Да. Ты прав, угадываешь мои мысли. И укроп там тоже, да. Лучок и укроп прям вместе вот так вот нарезаем просто меленько. Сразу запахло вообще укроп. Да. Такая вещь пахнущим. Я, мне вообще больше нравится укроп, чем петрушка. А тебе? Мне тоже. Петрушка, она более такая специфическая, она жёсткая. Да. А укропчик мягенький. Мягенький. И пахнет. Вот только начинаешь резать, и всё, запах пошёл. И всё, высыпаем сюда же, ко всем составляющим. Зелень. Оно наряднее будет смотреться с зеленью и всё равно придаёт свой вот запах. Если, смотрите, у вас нет зелёного лука, можно, в принципе, добавить репчатый. Но его прям мелко-мелко нужно порезать. И знаете что, чтобы он не был горьким? Вот лучок порезали, положили на какую-то тарелочку, чуть-чуть присолили и прямо так вот помять. Он пускает сок, всё. Он тогда не термоядерный и из такой, даже можно, знаете, что есть такой секрет, посыпать ещё вместе с солью, посыпать с сахаром. И тогда он точно не будет горчить. И вместо зелёного лука вполне подойдёт. Теперь сюда же, ко всем ингредиентам, отправляем нашу печень трески. Лёгким движением руки. И осталось добавить майонез. И обязательно нужно это дело посолить. Ну, хотя консерва солёная, но всё равно соль не помешает. Если любите чёрный перчик, можно тоже добавить чёрного перчика. Вот так много солить не стоит. И тщательно, хорошенечко всё это перемешиваем в однородную, красивую пасту. Вообще, такие бутерброды можно не обязательно на праздник кушать. Я бы такие по утрам кушала бы. Ну да. Почему нет? Да. Очень даже. Вообще, печень трески – полезная штука. Хоть каждый день можно есть, пока тошнить не начнёт. Не говори. Ну, всё в меру должно быть. Ну да. Потому что бывает что-то, ой, классный продукт, классный. Начинаешь кушать ежедневно всё, оно надоедает. Вот такая у нас получается симпатичная намазка. Видите, зелень, укропчик и зелёный лучок придаёт просто краски такие яркие. Если бы не было зелени, оно бы было просто такое бледненькое. А так оно в крапинку. Так, ну что, практически готово. Нужно попробовать. Всё, осталось намазать на хлеб, но прежде чем намазывать на хлеб нашу намазку, обязательно нужно попробовать, чтобы убедиться, достаточно соли, недостаточно. Берём и пробуем. Ммм, это вкусно. Отец, знаешь что? Дайте мне. А может, мы не будем мазать? Я тоже хочу. Можно не мазать на хлеб. Так, ложками перейдем. Бери ложку. Бери ложку, скорее иди сюда. И теперь наступает такой ответственный момент. Намазываем. Нашу намазку на хлеб. Толщину слоя регулируйте сами. Если для гостей можно поменьше, если для себя можно потолще. Да? Ну, конечно. А ещё нет. Шутка. Ну, шутка. Всё, ребятки, готово. Теперь самый такой классный процесс, самый приятный. Нужно попробовать. Ну и как? Это вкусно. О чём я говорила, когда хлеб хрустит, гораздо они, бутерброды, становятся как бы дороже. Ну, серьёзно, дороже. Вы пошли с отцом обедать. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал и готовьте вместе с нами. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok